всем доброго времени суток с вами алексей и мы продолжаем играть farming simulator 15 на карте самара волга мы сейчас находимся на площадке нашего фермерского магазина дело в том что вот эту всю выстроенную в ряд технику я решил продать почему потому что вместо вот этих вот кразов которые безусловно хороши нам на замену пришли камазы которые более юрко ныряют в закоулках строим строящегося завода ну и не застревают там где навалили мешки с цементом поставили бетоносмесительные мелкие вот эти вот установки кразы там ввиду того что у них медленно поворачиваются колеса постоянно там застревают и приходится их все время оттуда вытаскивать вот вот этот газон тоже безусловно неплох но объемы по производству молока у нас с вами растут и он уже практически справляется в напряг скажем так что касается вот этого камаза я его решил продать потому как помните у него вот с этой сидельной платформой небольшая проблема плохо поворачивается на ней прицеп и у нее нету свободного хода для того чтобы объезжать какие-то неровности если заедет камаз на бугор то у него подымаются передние колеса ну вы помните если смотрели предыдущие части видели что там происходит вместо него я взял точно такой же абсолютно но версии 2.0 где эти проблемы у нас исправлены ну и вот этот вот газончик который у нас занимался поливом садов также я буду продавать вместо него мы прикупим что-нибудь более емкое во-первых то количество модов которые содержатся именно вот в этой единице техники то есть это сам газон прицепная тележка и два модуля как бы четыре мода в одном это все идет нагрузка на видеокарту и на оперативку вот с каждым разом при покупке новой техники игра все больше и больше лагает поэтому от лишней техники мы естественно будем избавляться и так начнем продажу так вот даже сейчас идут дикие лаги поэтому быстрей быстрей нужно нам все это дело так за 15 600 до все это дело быстрее сбагрить тем более вместо них уже как я сказал трудится другая техника мы обязательно ее попозже посмотрим послужила эта техника нам на славу на начальных этапах ну а теперь она послужит тем кто будет с нуля как говорится подымать свое хозяйство уже тем более что человек который приобрел иномарку навряд ли будет держать дома старый москвич или запорожец вот так что будем все это дело потихонечку продавать пока за него еще можно выручить хоть какую-то сумму ну вот пожалуйста вот 5 5 5 давай давай родной прокашливайся это какой-то кошмар приходится нажимать на паузу ждать пока игра немножко прокашливается да надо лишнюю технику сбагривать вроде 4 гига оперативки но с учетом того что техники много и техника вся модовская плюс карта вот скорее всего не справляется потому как игру когда сворачиваешь ну комбинации alt tab сворачиваешь панель задач оперативка показывает что забита на 97 на 98 процентов плюс программа записи конечно же так что друзья извиняйте за эти вот подвисание за эти лаги как говорится но проапгрейдить компьютер у меня пока что нету возможности к сожалению так ну сейчас вот лишнее продадим может быть по немножечку это все у нас хоть маленько наладится так продаем так и модуль а уже продали уже продали да так вот видите надпись погрузка завершена это говорит о том что камазы наши загружаются тот мод кстати версии 2.0 может быть менее поворотливый чем этот но ведет он себя во всем остальном намного лучше немножко мы правда потеряли но бывает бывает техника бэушная вот взяли скажем так бракованную теперь возвращаем ее за одиннадцать семьсот так что-то долго там у него погрузка завершена надо сгонять бы сейчас будет проверить ну нет все поехал поехал так странно начало с тележки с этой ладно начнем с нее ну и все собственно говоря пока что пока что все так масс 515 доехал до нужного пункта давайте-ка к нему сгоняем так это мы привезли свинок на продажу извиняюсь так хорошо так все пускай разгружается пока так но мы давайте-ка наведаемся нашим нашим ребятам которые которые возят у нас песок и гравий так ага все песок едет один камаз везет песок так следующий все погрузка завершена давайте не будем дожидаться пока он выждет паузу чтобы убрать хотя дождаться паузы стоило бы так где у нас второй так надеюсь они там не столкнутся так дальше здесь у нас выгрузил гравий это хорошо это только подъезжает на погрузку ну отлично отлично вот он этот камаз собственно говоря точно такой же практически но здесь вот дополнительные функции поставить на ручник даже есть вот сделать ему спойлер так ну собственно говоря давай езжай вот у него немножечко может быть другой звук но с цистерной видите вот это вот тележка у него сидельная не тележка а площадка он ведет себя с ней довольно таки неплохо так что пока будет ездить он так ну и что я сегодня еще хотел сделать так 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 нет я хотел переместиться вот сюда приобрел я вот такого вот монстра я имею ввиду прицеп урал то у нас лесной он и был вот с такой вот черепушка это друзья мои щиподробилка щиподробилка но довольно таки эффективная массивная короче выражаясь по-русски своеобразный такой зловещий рубанок который будет делать стружку щипу и все остальное так но его для начала нужно заправить топливом я вот специально подогнал сюда вот этот вот газончик так перед этим нужно прицеп отцепить так выходим из урала подходим к задней панельки вот этой вот так клавиша 0 на цифровой открыть панельку так клавиша р заправить давайте заправим интересно сколько в него топлива влазит так а сколько у нас в газоне то интересно так ну тонна 600 по идее должно хватить так ладно пускай пока заправляется вот пазик как раз низкий уровень топлива подгадал момент а вон он кстати едет так а давайте-ка его перехватим пока он пока 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 он у нас так где он у нас то в третьей группе так стой и давай-ка мы сейчас тебя пока ты рядышком на тракторной бригаде сразу заправим протрясем немножко мужиков по колдобинам как раз ты рядышком удачно так нарисовался там у нас все равно пока заправляется наш зловещий рубанок так мужики думают куда нас приперли я я я я ей вот из-за вот этих подлагиваний блин куда думают нас привезли мы только завода нас опять за трактора хотят посадить так заправить заправляем так камаз застрял камаз застрял так но я подозреваю где они застряли хотя нет нет а ну да на железнодорожной станции все таки встретились два брата акробата постоянно они там встречаются на этом переезде сейчас кому-нибудь паровоз из них как собьет так сейчас туда наведаемся так сейчас туда наведаемся ну да вот оно это место то что я там паузу не выдержал на песчаном карьере они тогда вот здесь вот сталкиваются да куда ж ты поехал давайте стоять 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 не хватало еще под электричку залететь станция имени Ленина написано справа ну надо же так все поймал точки ну немножко его заносит конечно но он быстро выравнивается потому как очень юркий верткий такой шустренький сейчас его разбытыляет так ну пазик я знаю где застрял на шлагбауме это к бабке не ходи да все шлагбаум открыли он поехал отлично так ну а мы собственно говоря вернемся к нашим к нашим к нашим баранам так это куда это мы вернулись интересно нет нам вот сюда скорее всего да все заправка окончена вроде бы как так 500 литров топлива отлично так значит пока закрываем вот этот не то не то двигатель открыл закрываем этот лючок так вот так вот и едем на нашу лесную деляночку так а что здесь заправить и так можно ну ладно если что будем знать так так камаз доехал до места ожидания ну это он там загружаться сейчас будет ну вот так ну вроде игрушка чуть-чуть прокашлялась но опять-таки надолго ли это так ну 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 так так и нужно будет нам со щепой вернее для щепы подогнать тот наш розовый гламурненький белорус вместе с корчевателем пней который я также приобрел так так а он у нас сейчас стоит на пути с нашего луга где я собирал тюки силоса и тюки сена для нашего животноводческого комплекса ладья потому как там кроме соломы кроме тюков соломы больше ничего нету все закончилось коровки кушают периодически мы их подкармливаем ну и соответственно заканчиваются у нас тюки так ну и проверим потом этот агрегат в действии я честно говоря еще не проверял ни разу с ним не работал хоть этот мод у меня и довольно таки давно установлен кстати кстати вот эта версия 1 и 2 я ее наверное выложу на яндекс диск потому как старая которая там есть она не переведена мне по-моему на русский язык так что старую наверное удалю с яндекс диска а вот эту вместо нее туда запихаю если не забуду опять таки так что я хотел я хотел перепрыгнуть на белорус хотел перепрыгнуть на белорус думал опять игрушка зависла вот он так чуки давайте-ка их закрепим так и другие чуки тоже закрепим отлично все поехали выгрузим их там на площадочке кстати обмотанные тюки вот эти силосом у нас последние 16 последних тюков надо будет наверное покупать обмотчик или или ну посмотрим в общем будет видно так я хочу их сгрузить опять таки отдельно потому как они по 2 куба у нас с комбайнов которые нивы тюки у нас идут там по 4 куба так выбор разгрузки справа переключение выгрузки сторон так слева будет и на втором слева будет давайте выгружать так и вот так все отлично пускай они здесь у нас лежат ждут своей очереди так а мы сейчас откинем пока эти прицепы и прицепим вон тот ПТУ или ПТС я уже забыл как он называется хотя наверное скоро и ему альтернативу мы найдем потому что он маленький согласитесь так отцепляем это хозяйство так так интересно у этого белоруса я забыл нет навеска навеска у него не регулируется ну да ладно этот белорус хорош тем что у него впереди есть прицепное устройство на которое мы сейчас зацепим корчеватель и для начала выкручиваем те пни которые у нас на делянке уже есть ну и потом опробуем нашу новую технику так курицы разбегайтесь курицы зашибем как разумбаум пел так вот камазик помчался там на стройку блин валенок опять забыл трафик я русский поставить ну да ладно будем считать что у нас в этой серии туристы решили посмотреть на русскую глубинку руссо туриста облика морали так а что я сюда еду кто знает мне же в магазин надо мне надо в магазин вот как появляется куча объектов на горизонте так сразу лагать начинает ладно будем отворачиваться не смотрим мы на вас не смотрим ай-яй-яй-яй-яй пилиться так камаз доехал камаз застрял пас доехал эй-яй-яй-яй-яй прокашлялся да лишнюю вот эту мелкую технику скорее всего все мы соберем и все продадим вместо нее возьмем что-нибудь покрупнее а что ж такое уже продал все лишнее хотя действительно техники много здесь оп так вот интересно чтобы через рельсы вернее не проезжать через ворота может перелезем через рельсы в конце концов такой аппарат у нас такой трактор что же он через второй раз уже судьбу испытываем ну вот что же он через рельсы не перелезет разве я думаю перелезет оба на оба на ха-ха-ха это у нас корчеватель застрял нормально опустить корчеватель оп есть давай-давай-давай-давай вот так вот выбрались кое-как но не думал я что он ну в принципе трактор бы сам не застрял это вот корчеватель да корчеватель низенько у нас висит ладно давайте сэкономим чуть-чуть время так ну где наши пеньки так выставить трубу опустить корчеватель включить корчеватель работает дурмашина правда сыпется прям мужику в морду ну бывает опуще щепки полон рот будет смотрите прям действительно а ему пофиг он в каске так где у нас еще пенечки пеньки пенечки спиньков смотрите уже больше тонны щепы точнее больше куба да трактор без амортизаторов походу без амортизации вернее так это у нас что тоже пенек ну-ка скорпец подвинься ну два куба сейчас еще спиньков и прицеп забьем вот будет прикол так погрузка завершена амортизации 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 ну давай уже погрузка отъезжай там напрягает уже эта табличка так все нет не все еще один вижу так ну теперь наверное нет еще один смотри-ка вон наконец-то так что пролетел что интересно а вот поймал так есть так ну что друзья будем пробовать наш чудо-юдо агрегат так блин еще один пенек остался ладно фиг с ним мне уже не терпится вам наверное тоже так отцепляем все это хозяйство теперь открыть панель управления запуск двигателя так режим работы света это что такое так двигатель запущен так остановка двигателя x выдвинуть опоры где они у нас ага выдвинуть опоры все не терпается поднять опоры о выставить трубу ага теперь включить дробилку да вот оно завертелось закрутилось вот воистину зловещий рубанок блин так ну и вот здесь вот бункерок у него на 10 кубов это про запас так ну а мы сейчас подгоним трактор под эту самую трубу надо было другой стороной его развернуть а да ладно уже если что за кадром разверну сейчас как-нибудь извернемся скорпионом подъезжать не очень удобно будет так вот как-то так остановимся так ну и сейчас попробуем камаз забуксовал помогите да подождешь теперь теперь вот уже подождешь у нас ответственный момент так включить комбайн длина распила 1 метр в самый раз это нам в самый раз так ну 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 не сейчас спиливаем так до до часов до 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 Продолжение следует... Так... Чуть только отъедем назад. Так, ну и поехали. О, пошла работа. Здесь щепу перерабатывает дробилочка. Сразу же в бункер и сразу же в кузовочек. Отлично. Что и требовалось доказать, как говорится. И если даже прицеп заполненный, у нас всегда есть 10 кубов в запасе. Наполняться будет бункер. Ну, неплохо, друзья, неплохо. Мне этот зловещий рубаночек даже нравится. Так, дерево шевелится. Живое сразу стало. Чуток назад отъедем. Его что-то туда прям так и тянет. Оп. Красота. Ага, вот уже в бункер начало засыпаться, да? Так что с одного дерева тут щепы, в принципе, нехило получается. Он наполняется, бункерочек. Так, ну сейчас бросать дерево нельзя уже. И надо прицеп все-таки более емкий. Под щепуном. От этого крытыша тоже будем избавляться. Все. Ай, последняя чурочка упала. Ну ладно. Фиг с ней, как говорится. Ну что, друзья. Вот такой вот агрегат. Что ж, на этом серию я, пожалуй, буду заканчивать. Испытания прошли удачно. В общем, кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем всего.